Попкейк ТВ Попкейк ТВ Попкейк ТВ Расскажи, вот тебя сравнивают вообще с Гуар. Они говорят, что вы идете прямо наравне. Вот ты так считаешь или нет? Ты с ней знакома лично? Лично мы не знакомы. У нас разный стиль, разный подход. И я бы сказала, наверное, наши клиенты тоже это разные люди. Поэтому я ее очень уважаю, глубоко уважаю ее творчество. Но сказать о конкуренции, я не могу сказать, что у нее есть свои клиенты, у меня есть свои клиенты. Я не могу сказать, что раз и мои клиенты резко убежали к ней или ее клиенты резко убежали ко мне. Я считаю, что в Москве, в России и в мире достаточно еще количества ненакрашенных девушек, с которыми мы можем помочь. Ну, мы просто в женском раю. Девочки, посмотрите, какая прелесть. Сколько тут всего. Это просто скляночки, баночки, кисточки. Посмотрите, сколько разновидностей кистей. Милая, расскажи, пожалуйста, про все это и расскажи про свою авторскую коллекцию. Я знаю, что ты сама сделала авторскую коллекцию косметики. Рассказывай нам. Ну, это долгий труд, да. То есть, на самом деле, я еще с детства, да, как раз-таки мечтала быть, может быть, и не настолько визажистом, как хотела создавать собственную линейку косметики. Ну, то есть, продукт, с которого все начиналось, это вот такая вот золотая паста. Можешь тоже вот такая вот... Действительно золотая, девочки. Да, да, да. Так, пахнет чем-то орешками, как будто какими-то нет. Что это? Ну, как бы, то есть, такое даже здесь на основе какао-масла, да, то есть, может быть, просто пахнет похоже на шоколад, да, то есть, но в шоколаде еще дополнительные ароматизаторы. То есть, все продукты, они полностью идут на натуральных маслах без добавления каких-то ароматизаторов или стабилизаторов. Если очень сильно растушевать, использовать как хайлайтер, видишь, такое нежное мерцание, как на лицо, так и по телу, как тень, как губная помада сейчас, да, золото вообще очень-очень актуально. Плюс еще очень питательные у нее свойства, то есть, она очень глубоко увлажняет кожу. Такое вот просто можно наносить не только на лицо, но и на все тело, да, для ухода. Следующий продукт – это скраб для лица и бровей тоже с очень приятным запахом, можешь ощутить, да, то есть, здесь вот облепиха. Это манго, что ли? А, облепиха. Облепиха, да, 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 наша русская облепиха. Тех, у кого не растут волосики, например, в течение регулярного использования, даже через месяц, увиден очень-очень хороший результат. Ты с девочками, которые хотят отрастить себе брови, всем советуем, да, 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 наш оператор очень среагировал, ей очень надо, в общем, да, все к Миле. Мил, я знаю, что ты работаешь еще и со звездами. С какой звездой ты еще не работала, но прям очень жаждешь с ней поработать? Ну, наверное, Вера Брежнева, да, то есть, с ней я еще не знакома, и она мне очень импонирует. Значит, Вера Брежнева, если вы смотрите это, а вы смотрите это, потому что это самый вкусный журнал Popcake TV, то бегом к Миле. Итак, Мила вас ждет, и я думаю, Вера Брежнева тоже будет от вас в восторге, Мил. Я очень-очень на это надеюсь. Мил, расскажи, пожалуйста, что сейчас в моде и в тренде? Ну, в первую очередь, это макияж нюк, да, который никогда не покидает вообще, на самом деле, мир моды, естественная красота. Да, но, естественно, красота в макияже, да, то есть, она все-таки должна быть немножко подчеркнута, то есть, это хороший тон, да, то есть, такой хорошая кожа, скорее, то есть, тренд на хорошую кожу, на ухоженное лицо, это красивые пушистые ресницы, пушистые-пушистые брови. На самом деле, сейчас тренд идет к моно-брови, да, то есть, за рост. К моно-бровей? К моно-брови, да, просто супер актуально, да. Я не думаю, что прям завтра начнут все девушки России ходить с моно-бровью, но, тем не менее, такой тренд у нас есть на позиуме, да, то есть, и он приходит к нам. Мила, к тебе прям приходят и говорят мне, пожалуйста, моно-брови, или как вообще это происходит? Я просто не понимаю, есть такие девушки? Ну, я бы не сказала, что к нам приходят девушки за моно-бровью, но, тем не менее, то есть, такая тенденция в мире, она присутствует. Она в поле вилла того, как я в шоке. Так, так, так. Это графичные какие-то линии, стрелки, да, которые всегда будут актуальны. Это яркие губы, но если раньше мы говорили всегда только о очень четком контрастном контуре, то сейчас мы смело можем говорить о эффекте зацелованных губ, да, как будто пальчиком нанесли какую-то помадку. Красиво, звучит, звучит прям. Да, зацеловали, да. То же самое, легкий эффект нежного румянца, когда мы на яблочке вот сюда накладываем для свежести лица. Это золотистые оттенки, какие-то вообще сияющие оттенки, сияющая кожа, как можно больше хайлайтера, да, то есть, сияние везде и во всем. Мил, сделай мне, пожалуйста, что-нибудь такое, чтобы вот прям, знаешь, я шла как ярче фонаря на Арбате просто, чтобы все знали, что вот прям вот идет от Милы Клименко, вот прям вот видно. Вот сделай что-нибудь, пожалуйста, вот прям вот, чтобы наши зрительницы просто в восторге были от тебя. Все в стразах. Все в стразах, Мила. Про стразы, конечно же, я шучу, но я думаю, сейчас мы сделаем тебе яркий-яркий образ. Итак, Мила мне сделала тон, посмотрите, как я изменилась. Итак, сейчас мне Мила сделает глаза. Да, для того, чтобы выполнить сегодня твой макияж, я буду использовать карандаш на гелевой основе. Цветной карандаш, на самом деле, цветные маникапы входят в тренд. И цветные, сияющие, максимально простые макияжи, то есть, буквально двумя продуктами я выполню полностью макияж глаз. И будет казаться, что там мы нанесли просто неимоверное количество теней и всего остального. Теперь мы наносим сияющий продукт. Так называемый пигмент, рассыпчатая тень, которая даст нам мерцание и такой вот супертрендовый взгляд. Обязательно сделаем акцент на бровях. Подчеркнем их естественную форму и немножко добавим графичности с помощью теней. Ведь брови – это главный акцент на лице последние пару лет. Это называется аэрограф. Сейчас я буду выполнять аэромакияж. Также это часто называют макияж воздушной кистью. Когда я буду наносить тональное средство на тебя без единого соприкосновения. Наносится. Такое ощущение, что просто поток воздуха идет. Приятный поток. С помощью аэрографа тон может держаться до трех дней. Мы выбрали матовую бордовую помаду для того, чтобы завершить образ. И на самом деле эта помада на сегодняшний день безумно актуальна. Особенно для вечерних мероприятий. В пятницу, в субботу вечер бордовая помада ждет вас. Финальные штрихи. Добавляем немножко румя. Не надо делать вот так, как девочки все делают, нет? Ну, я бы сказала, что если вы делаете это дома, для себя, то для удобства, конечно же, да. Нанесем немножко румянца на яблочки. Итак, Мила преобразила меня. Посмотрите, какая красота. Мила, спасибо тебе большое. Это великолепно. И все бегом к Миле. У нее действительно рука очень легкая. И эта девочка очень талантлива. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Было очень приятно с тобой познакомиться и поработать. Ну, а с вами была я, Варвара Коко, на Popcake TV. И я была в гостях у Милы. Мила. Спасибо большое. Очень приятно было вас видеть. Я желаю всем девушкам, чтобы они всегда оставались такими же красивыми. И помните, что лучший макияж – это ваша улыбка. Смотрите Popcake TV, ведь это самый вкусный журнал о моде. Поехали. 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 Поехали.